ну и соответственно значит еще один разберем еще один разберем 5 лучших народных рецептов от простуды но опять же кто их отбирал не совсем понятно вот здесь уже значит привлечены врачи даже врачи рекомендуют до каком месте да не дай боже он это вам порекомендует блин и это кто-нибудь услышит потому что в инструкцию врача такого нет у него много там что написано в инструкции что он должен рекомендовать но от лука с чесноком точно в инструкцию врача нет глупости это уже все глупости это уже все глупости это уже все глупости а вообще чтобы было понятно откуда подобные вещи берутся один клиент мой в общем там так и рассказал что у него у знакомого ребенок старшеклассник подрабатывает в сети написанием текстов на различные заданные темы естественно в этих темах он совершенно не разбирается вот но это по большому счету не требуется есть тема надо написать определенный объем за этот объем платят определенные деньги пациент просто лезет в google немножко гуглит и соответственно в силу собственного понимания что там нагуглил вот он пишет скажем так сочинение да на эту самую тему его за это платят деньги все что соответственно нагуглил вопрос отдельный по форумам или значит он нагуглил таких же малолетних как он сам вот это по большому счету мелочь суть в том что 99 процентов текстов которые вот таким образом ходят в интернете написаны вот такими вот как их сейчас называют спичрайтерами знаете балабулами балабулами а вы соответственно чтобы вам по ушам то не ездили всякие балабулы должны в этих вещах разбираться досконально самостоятельно понятно да и всегда задавайтесь вопросом таким индейским философским вопросом нахуа есть такой обряд индейский нахуй вот так хрена вот она здесь в этом рецепте мёд вот напихан если мед это тупо сахар жидкий чем он там поможет сахар консервирует вот мне делать было нечем вот я взял сварил например варенье из арбуза все здесь понятно что к чему да я одну форму сахара перевел в другую форму сахара по большому счету зимой мне будет вкусно так чуть-чуть а мед точно так же если он натуральный точно так же мне будет вкусно с чаем но какие там полезные свойства а какие полезные свойства печенюшек например да никаких если рассматривать все то исключительно с точки зрения полезных свойств ну блин будешь голодным все время оставаться как-то так ребятки как-то так разбираться надо во всех вещах самостоятельно в общем жду я от вас присылайте мне рецепты пишите их в комментарии вот задавайте вопросы будем разбирать эти самые глупости в конечном итоге тоже полезное дело потому что очень много людей раньше верили телевизору сейчас верят интернету вот не вдаваясь в детали и подробности собственно как то так вот опять же закинуть стакан теплого молока ложку сухого имбиря ну блин глупость глупость хочешь что-то связать закинь в молоко чтобы она не работала если не хочешь связывать молоком ну так и не закидывать туда так и так понимаете ли взяли сделали глупость вот вот и все при этом значит имбирь препятствует росту бактерий вирусов очень хорошо в молоко то на хрена засунули бред абсолютно клюквенный морс с медом клюквенный морс это хорошо это полезно но мед то здесь причем да не причем точно так же как сахар чисто вкусовая добавка но тем не менее напихали и почему-то решили что в этой самой клюкве есть природная аскорбинка да нету нету кислота есть разная кислота есть в этой самой клюкве аскорбинки там нету успокойтесь вот и так далее но народ в комментариях пишет супер им так всем нравится главное меда побольше будет послаще да но если вам так надо что-то простуды но с учетом того что осенью на собственно уже началась на сайте у меня есть конкретные рецепты что делать если вот простуда вот-вот начинается вот она уже началась и так далее все это доступно зарегистрированным пользователям моего сайта пожалуйста регистрируйтесь заходите читайте изучайте становитесь здоровее там подробно все описано почему она работает а не как здесь главное мед побольше пока так далее так далее так далее Продолжение следует...